Чтоб других не заразить Как же привлекла, а только не пускают на работу без нее? А, не пускают на работу без нее? КОНЕЦ КОНЕЦ Сложно было понять Медичный заклад ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И там продаж мы и мыть окна? И там продаж мыть. И там продаж мыть окна? 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 И там за что? И там за что? Когда я спросила на каком основании. Мне никто этого ничего не объяснил. Просто ожидайте вас задержана. Она представилась, когда вас удержала? Нет, она не представилась. Она представилась при входе, когда пришла и сказала, что она лейтенант Совета. Они установили вас? Как вас зовут? Так, потому что я написала заяву. А как вас зовут? Валентина Игоревна. Я понял. Вы на них написали заяву? Да, конечно. На пистолетов они восстановили, что вы написали заяву за привычное или за что заяву? Про правопорушение. Ихнее? Какое? Что она мне хватала за руки. Но это в первую очередь. Она мне причинила физически насилие. Она мне держала насильно. Потом они пытались насильно тянуть машину для того, чтобы отвезти в райотдел. Когда я задавала вопрос, почему, дайте мне адвоката, мне сказали, что адвокат будет в райотделе. Когда мы уже поступили в больницу, когда они составили протокол о том, что я якобы свободна, как они сказали, затриманна вильна, они сказали, что я сама от адвоката отказалась. Хотя очень много свидетелей, что я действительно требовала только адвоката и без адвоката я никуда не хотела ехать. О, господин Ковш, то есть адвоката вам не надали? Нет. Адвокат не сюда не приезжал? Адвоката не было? Нет, не было. Они, слышишь, адвоката ей не дали. Не дали, нарушение всего. Этот мусор можно уже выкинуть. То есть если вам не дали адвоката, есть лишение Верховного суда, вот такая палата. Протоколы незаконные. Протоколы незаконные любые. То есть вы требовали адвоката, так? Я требовала еще в магазине адвоката, когда мы только задержали. Нет, это потому, что вы на камеру требовали адвоката, я поставил пушку на правил, вы требовали адвоката. Так, адвокат мы вам не надали, так? Смотрите, можно я вас перебью? Я и уточнила. Можно я вас перебью? Смотрите, в графе свидетелей, которые вообще требуют форма протокола, что происходило, кто свидетелей, ну нет указанных. Нет свидетелей? Нет свидетелей? Они сказали, что у них все есть, фамилии свидетелей у них есть, подшиты все. Но протокол заполнялся при вас? Да, при мне. При мне. Когда мы задали вопрос, кто? Кто есть свидетели? У присутствия понятых нет, а протокол, копия протокола затримания? Они мне не дали, я сфотографировала, у меня все есть. Но вы сфотографировали, но фактически вам копию не дали? Нет, мне не дали, сказали, что не положено. Не положено? Не положено. А скажите, пожалуйста, а вам права? Разъясняли? Нет. Зачитали вам права? Нет. Нет. Я и написала, я уточнила в каком-то, что… Права затриманного у вас вообще никакие читают? Нет. Вот, я где-то даже написала. Статьи мне не зачитывали, вот. Это все те, по которым они мне сказали. Права ваши, что вы маете право на захисника? Нет. Что вы маете право там… Нет. Смотрите, заседание… До перекладача… Нет. Ничего. Смотрите, заседание они будут передавать протокол, будет слушание 1.04.2020 на 10.00 оба протокола. Будем защищаться. Я думаю, что есть смысл посетить это. А во сколько? Будем защищаться в любом случае. 10.00? Потому что это беспредел. В каком суде? Саксонанский районный суд. Это беспредел. Потому что так каждого могут зайти на работу. Сказать, ну у нас нет доказательств. Но мы вас делаем задержание в административном порядке. Выписываем либо какие-то протоколы, которые мы там придумаем сами. Без доказательств, без всего. То есть это какой-то репрессивный режим. Гробое. Ну дату протокола хоть верно указали. Еще раз дату на сколько назначено? На 10 утра. 1 апреля 2020 года на 10.00. 1 апреля нарушено. Ну, да, никому не веря, но тут уже можно поверить. Почему? Потому что с полным нарушением в составе. Правильный защитник. Порушение правильной статус 2. Уже это основание для скасования. Понятых немае? Нету ни понятых, ни свидетелей. Правительство нету, но они говорят, что свидетели есть. Свидетели на живых. Хорошо. Почему в графе они не указаны? Они в графе не указаны. У них может быть хоть еговые. Протоколи должны быть. Если их протоколи нет, может им подтереться. Это факт. То есть начинается репрессивный режим с манипуляцией. Это называется подлог. Подлог – это 366-я посадовая сумма в подробном документе. За это предбачена ответственность. А это, как ее… Кристина уже сикутовила своими подлогами. То есть вы написали по статье 360, первичное служебное полнота. Я вам поведомляю. Если вы хотите, чтобы оно было внесено, то оно не будет внесено в ГРДР, потому что они не вносят. И этим должны заниматься Державное бюро расследования. Я вам рекомендую взять эту копию своего заявления. С видеоматериала я вам предоставлю. Я уже предоставил вашим сотрудникам. Видеоматериал, где у вас есть линия, что хватает до руки. И новой почтой в Киевске Державное бюро расследования 5.15. Они вносят и не займутся этой Кристиной. Я гарантирован 100%. То есть эти не внесут. Можете даже там не бегать по судам. Это самое. То есть новопочта, документы, заявления, видеоматериал. На Петлюра 15 Киев. Да, мы здесь сделали. Смотрите, даже еще одно из нарушений. У них велся видеозапись. Но видеозаписи, якобы мнимого административного правонарушения, как и по второму протоколу, видеозапись вообще не приобщается. Ладно, свидетелей нет. Ладно. Но видеозаписи даже нет. Они же должны были ввести видеозапись. Если они вас уличили в том, что вы совершили. Но у них ничего нет. У них ничего нет. Они надеются на то, что они руководствуются не законом, а просто бумажкой по указанию. И она будет выполнена. Я думаю, что есть смысл их посетить 1 апреля. Да нет, есть смысл защищаться. Да. И дальше донести это дело до... Мало того, кореньцы до протоколу про административное правопорушение, они не отвергали, как того требует процедура. Есть кореньцы. Ну, не отвергали. Они забыли даже кореньцы. Им задача, смотрите, составить большие протоколы и получать премию. Поэтому они решили вам десяток протоколов налепить, можно больше. То есть они получат большие премии. Галочки повторять. Но они понимают, что этим протоколам можно протереться. Ну, опять же, я вам рекомендую подать на них цивильный пост после скасования этого мусора, подать на них цивильный пост за моральную и материальную... Получить оправдательное постановление по закрытию судебного порядка, согласно закону, по закрытию административного дела в связи с отсутствием ваших действий состава административного правонарушения. Все. Пункт 185-я и нарушение... Значит, состава, что вам не дали юридичную допомогу, я могу вам скинуть немножко на моей странице. Если у вас будет представник как Денисова, он подскажет, что не на дальнях юридичной допомоги я відмову в наших кредитах ставлю для того, чтобы все вот эти протоколы выяснить сразу Денисова. Не важно, что там написано, не имеет никакого значения. Значит, это левый протокол. Да не левый, они просто не отчитаются за бланки куда идти. Не отчитаются, да. Ну ладно, что предстоит пройти, то надо проходить по-другому никак. Надо их привлекать, Игорь, до неправильности регулярно. Так что... Вот мне пишут Александр Никитин, журналист, сколько стоит твоя продажность. Я говорю, Александр Никитин, вообще дорого. Если хочешь, там заказывай. Продажность в чем? Продажность в чем? В чем продажность? В запись прав у людей. Ну продажность в чем? Ну я вот пусть оно так долго. А сейчас ты самостоятельно. Мы показываем прямой эфир. Ну я же говорю, дорого. Ты что продажник? Конечно. Только мотор отвергается. Понятно. Ладно, Жень, это все. Я еще и правозаписник вот тут... Жень, не обращай внимание на волков, которые лают. Я сам Никитенко. Я еще и правозаписник представляю людей сюда. Так что... Жень, не обращай свое внимание на шайки, которые лают, и тебя пытаются отвлечь. Все, не надо. Если с ним где-то произойдет, пускай учится человек защищаться. А так на каждый лайт, шавки, честно. Все? Возможно? Да. Всего доброго вам, да. Простите. Хотел еще маленький комментарий. Смотрите. У вас кроме повреждений руки было еще... Я не понял, вас доставили с высоким давлением. Высокое давление было. Какое у вас давление? 180. 180. И врачи посчитали, то есть скорой помощью, что это высокое давление. И вас доставили именно в это время. Да, мне сняли сразу же стресс. А как сняли? Какие-то медикаментозные. Медикаментозные, да. Мне дали таблетки, укололи и... Хорошо. У вас есть какой-то документ, что вам пришло повысить? Еще нет, ждем доктора. Ну, вам должны дать какую-то по-моему, документ, на результате которого вы можете потом обратиться в суд, чтобы вас довели до такого состояния. То есть вы обязательно возьмите этот документ? Обязательно. Все, хорошо. Так что они уже уехали, тут валят. Все, протокол... Нет, протокол я забираю, ва-ля, вот. Мы заезжали, а не выезжали. Мы заезжали, а не выезжали. Да. Нет? Нет? Стопитесь. А я, подожди, я жду так, у меня отсюда. Да, да, да. Окей, хорошо. А еще раз мы поговорим. Ну а так оно книги отборили. Спасибо, не закончилось. Хороший час. Заходите. Да, 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 я жду. Благодарю, когда тебе. Поэтому человек должен отвечать на благу, на благу. Благодарю, что были с вами. Сегодня мы освещали события, в которых принимал участие Евгений Ткаченко. Руслан Борисович тоже непосредственно наблюдал за этим. Главное и основное это был Евгений Ткаченко. Ну так по-любому, потому что это же целый канал. Это же студия приехала. Это же не просто так. Поэтому переверни сознание и мозг. У нас только один единственный магазин. Я тоже не хочу. Мне в воду скоро подключать, а у меня нет труб. Ну извините. Нам сказали, что сегодня было много полицейских. Завтра еще больше будет. Отлично. Они со всей Украины с тем? Конечно. А я им говорю, а если этот эпицентр начнется во всех городах? Хорошо. А если приедут представники, правозахисники? А у нас еще и камара не было, который выносит мозг. Да нет. Подожди. Даже мертвому. Те, кто еще поддерживает нас и понимает эту ситуацию. Понимаете? А еще с письмами и со всеми. Потому что у нас как раз человек за человека. Понимаете? А не за какую-то особу там. Мы живем в мире человечеством. Это угроза. Вот молодцы. Чем больше будут полиции, тем больше они будут выдыхаться. Мы в Киеве, когда были. Вернее не в Киеве во Львове. Когда Саакашвили проходил границу. И их выставили там этих зеленых человечков полно. И мы им просто ходим и рассказываем Конституцию. Читаем. Потом пришли. Где начальник? И ему рассказываем. Он такой раз их быстро сортировать. Потому что они уже зараженные. И он их убирает. Других ставит. Понимаете? Вирусом адекватности. Им же надо думать головой. Им же говорят одно. А они что-то другое. У них уже начинается мандраж. А тут противоположно. А вы вот смотрите. Я вам просто чтобы вы немножко поняли. Смотрите. Вот весь мир это римское право. Да? Оно паразитическое. Потому что оно заимствовано с древнеримского. Оно согласно официальной истории. Так вот оно всегда было рабовладельческим. Только оно прошло модификацию. Ну в смысле перестроилось. Но скажем так. В нашем сознании мы рабы. Да. Мы как крепаки. Мы все свободные. Но закреплены. Зарегистрированы. Давай я проще расскажу. Смотрите. Есть анекдот. Когда приходит мужик и говорит. Ты знаешь. Я твою жену сегодня спас от насилования. Он говорит. Как? Уговорил. Вот что они нас уговорили стать рабами. Вот и все. Пришли по-доброму и мы согласились. Но я просто хочу сказать. Вот что от нас скрывают. Что тогда римское право существовало. Потом реинкарнация. Как оно. Рецепция римского права начала с 11-12 столетия возобновляться. А какая же была еще культура. На нашем. Скажем так. Древней Руси. Об этом умалчивает. Официальная история. Александр Никитенко. Такой настырный. Говорит. Когда дохнут. Начнете. Тогда языки в жопе будут. Да. Там еще. Что понимал мой одноклассник. Когда включился. Егоров Игорь. И тоже рассказывает. Смотрите. Это бабушки болеют. Так бабушки болеют. Вот когда вы их на улице держите там. И они внушают. Стоят на остановках. Вот это. Вот это. Я к чему говорю. Что римское право. Это. Окультизм. Окультизм в переводе означает. Прихованы. И те кто нами управляет. ГОВОРИТ ПО-УКРАНСКИ Господин адвокат. Расскажите пожалуйста. Если бы полицаи. Сегодня не чудили бы. И собирали бы толку. 200 человек. В этом эпицентре. То есть по факту. Их действия. Создали. Большую опасность. Сути чурас. Суть в другом. Суть в том. Что идет провокация. Провокация. Выполнения незаконных решений. И указаний. Но они не знают, как это сделать. Почему? Потому что когда мы им трактуем нормы закона, у них глохнет телевизор, то есть пауза в сознании. И они не могут сказать обратное. То есть я им предлагал следующее. Если кто-то с нас совершил админ правонарушение непосредственно в здании эпицентра, мы на месте составляйте протоколы. Составляйте протоколы, мы никуда не уходим. Они когда ждут реакция, какая будет от людей. Будут люди возмущаться, а если будут работать. Составляйте протоколы. Если я не прав, вы готовы довести обратное, я готов выслушать, и если я не прав, готов согласиться. Но получается обратное. Они не могут реализовать заказуху, провокацию и внедрить те репрессии, которых возможно их кто-то просит. То есть у них даже мозгу не хватает создать протоколы? Они протоколы составили, опять же, почему у них низкие показатели? Они не понимают, что такое составление протокола. Свидетелей понятых нет, у права не объяснены. Да они привыкли, что нам на все верят. Они сказали, и все... Хотя человек им неоднократно говорил. А они составляют протоколы и говорят, а вось прокатит. Так а вось не прокатит по таким делам. Будем встречаться в суде и рассматривать согласно определенного порядка. И вызывать. В качестве их свидетелей, потому что они не могут поддерживать обвинения согласно процедуру. А как свидетели допрошены? Могут. Пускай покажут доказательства, которых у них нет. По сути, почему? Потому что на месте, в эпицентре они могли их показать нам. Никто не отказывался увидеть их. Проанализировать нормально ситуацию. Увидеть их полную компетенцию. И убедиться в том, что они могут работать. Оказывается, они не могут работать. Если в рамках закона, они не могут работать. Кристина, которая совершила сегодня противоправное действие. Ну, у нее есть реализация личной амбиции, как полицейская. Возможно, подняться выше, но у нее это не получается. Мы увидели, мы зафиксировали доказательства. Даже рапорт, будучи возле больницы, рапорт. Она дописывала уже задним временем. Временем, хотя должен был вначале быть рапорт, а по этому рапорту должны были быть составлены протоколы. Это вот тоже не... Ну, когда же у вас появится компетенция? Вот хотелось бы понять. Когда вы сделаете правильно, без нарушения, без заказухи, с соблюдением норм, с учитыванием позиций Верховного Суда, который говорит, в любом случае, у либо какого лица задержанного, даже остановили автомобиль уже до момента рассмотрения админ дела, если человек требует адвоката, пожалуйста, обеспечьте ему право. Потому что порушено все, что можно. Порушено все, что можно. Смотрите, им надо сейчас выравнивать эту ситуацию. Таким образом? Ну, они пока не знают. Они думают, что в суде все пройдет. Не пройдет. Я вас уверяю. Я вас уверяю, не пройдет. Мы сейчас сеем. Нет, мы будем... Ты опять неправильно лепесток. Ты нас позоришь. Мы будем защищаться непосредственно в суде и доказывать, что в действиях данной гражданинки отсутствуют либо какие-то признаки совершения административных правонарушений, вменяемых по данным протоколам. Вот и все. Мало того, они не разобрали, что это лицо даже не имеет продавать, либо что, это администратор, организатор зала. Она не имеет компетенции получать деньги наличным, безналичным расчетом за товар, а они сделали в отношении ее... Кроме того, там написано, что она продавала моющие средства, а моющие средства относятся к первоочередным. Мало того, она не имеет доступа согласовывать продажи. Это делает кассир. Это делает кассир, материально ответственное лицо. В данном случае она... Они должны были по чеку установить и составить... Ну, чек даже не совпадает. Так, правильно. Они должны были по чеку, кто продал. В чеке только аппарат. Да, повторюсь. Сегодня их командиры предлагали нам договориться следующим образом. Слить данные конфиденциальные гражданинки без ее разрешения. Здесь люди, вот появились люди. И сопутствовать быстрому завершению этой всей ситуации. Это же не договориться. Это же не договориться. Не, но они предлагали, давайте... Они хотят создать одну, чтобы им выслужиться. Это не договориться. Им надо для премии... Прецедент показать одну. Протокол для премий. Ну, так а мы при чем? Ну, которую они, я думаю, не получат в конце месяца, из-за того, что эти протоколы, да, фактически есть. Я думаю, что если по уму, они даже получат несколько исков. Конечно, я же тебе даже это и говорю. А еще и юрлицо. Понимаешь, они сорвали работу у магазина. Еще найти пару людей. Недополученная прибыль. Конечно, недоотримана выгода. Так мало того, они делают коллапс. Все граждане, которые понимают, потребность свою в жизни, идут не по приглашению эпицента. Не по приглашению эпицента, а действительно с жизненную необходимостью. Необходимость, потому что больше нет магазинов. Со всего города съезжаются. Чтобы только один магазин остался. Конечно. А там есть моменты, я тебе серьезно говорю. Я, например, хотел что-то купить. Воды. Поэтому, честно, непонятна функция правоохранительных органов. Непонятно, зачем они с нами это делают. Да. Когда есть ряд других совершаемых преступлений. Мы не должны сделать конституционно-действенную игру. Чтобы вы понимаете. Так, доброе. Значит, мы на этом, когда мы заканчиваем, да? Интервью мы взяли, потерпевшая, потерпела из четвертой горболицы. Она ждет сейчас справочку. Справочку получили, да? Да, конечно. Что они вам написали? Так. То есть, какую помощь оказали, да? Да, да, да. Вот. Ну, оригинал храните у вас. Конечно. Конечно. Копию все сделаем. Как вы расцените вообще поведение полициантов? Отвратительное. Отвратительное. Бесправное и хамское. И вообще. Слов просто не находится нормальный для того, чтобы выразить. Вы чувствовали, что они ваши права не нарушают? Что они вам защищают ваши права? Нет, конечно. Они меня не защищали. Они меня, во-первых, унижали. Это во-первых. Во-вторых, незаконно это все делать. То есть, незаконное затримание, выкручивание рук. Я смотрю, что вы не слишком большой комплекции для того, чтобы у вас руки выкручивать вам, да? Ну, как бы, да. Ну, и гнаться за мной. Задержать меня во время обеденного перерыва, извините, это уже вообще. Так задержать. Вы что-то совершили? Какое-то правопорушение? Нет, я просто шла. Преступление? Кого-то убили там, кого-то? Нет, а когда я задала вопрос, мне сказали, что вы торгуете. То есть, вы лично торгуете? Да, лично я торгую. Моющими средствами? Те, которые являются первоочередными, да? Ну, конечно. Ясно. А вы администраторами вообще не торгуете? Я не имею доступа к этому. То есть, вы не материально ответственная по факту? Я материально ответственная, только не денежная. То есть, я даже не знаю. Материально ответственная... Много есть просто смысл материально ответственного человека. Но деньги через вас не прошло? Нет, конечно. Никаких денег. Кассовые чекы вы каким-то образом подписывали? Нет, конечно. Или вот тут докладную вы подписывали? Нет, конечно. Не имею права. Ясно. Спасибо. Если было настолько фанатично, если реально это было, человеку надо улучшить дома жилищные условия, сделать ремонт, сделать санитарные условия, сделать пожарную безопасность и перебыть. Если он будет сидеть дома, его лишают последних. Да. Как такое может быть? Ну, или это просто, наверное, какая-то зависть у кого-то, что Эпицентр зарабатывает по факту. А никто не открыл больше такого большого супермаркета. Так а в чем проблема? Ну, вот. Непонятно. Понятно, ну, то, что они хотят выполнять незаконные указания, какими-то ситуациями. Так после этого всего, когда граждане посмотрели... Они что, разбежались? Покупатели? Нет. Граждане как были, так и есть. Ну, есть. Есть потребность у людей. Есть, они будут приходить и приходят. Они исходят, говорят, боже, в бардак и без предел. Да, есть потребность у людей. Вы их приглашали сами? Кого людей нет, они сами пишут. Люди же не по приглашению, чтобы поддержить нас в коронавирусе. Им нужно. То есть, именно данный момент вещи, которые они покупают, они первоочередные и нужны. Ладно, добрые. Да.